Пройти болото, лес и выехать по оврагу. Под Рязанью прошли экстремальные соревнования на внедорожниках. Показать мощность своего автомобиля решились более полусотни экипажей из десятков городов. Нижний Новгород, Тула, Москва, Питер, Самара, Казань, Белгород. Спортсмены и просто любители 19 августа встретились под Рязанью на гонке по бездорожью. Для них отсутствие дорог не беда, а развлечение. Соревнования «Мотив Гир» – это гонка опытных пилотов и автомобилей высокого уровня технической оснащенности. Отличное испытание для экипажа и машин и незабываемые эмоции для зрителя. Здесь участвуют спортсмены лицензированные, которые участвуют в чемпионате России, в Кубке России, которые имеют спортивные разряды, звание кандидатов в мастеров спорта, судьи, которые участвуют в судейской бригаде. Тоже первой-второй категории – это официальные люди, которые стоят в организации РАМ. У людей это любовь. Не столько спорт, но и любовь к всему этому. Грязь, подготовка машины, движение, драйв. То есть людей это захватывает, они годами занимаются, и из любительского спорта у них уже потом все это переходит в профессиональное. Люди же едут за медали, едут за звания, за кубки. Только для них, джиперов, чем больше грязи на пути, тем интереснее. И пусть автомобили вязнут по самые окна. Их философия – явление уникальное. Для многих владельцев внедорожников большая машина – это в первую очередь показатель статуса, а большинство из них никогда не съезжает с асфальта. Между тем, в России растет популярность такого вида активного отдыха и спорта, как трофи-рейды – гонки на полноприводных автомобилях по бездорожью. Многие автолюбители являются зависимыми, что ли, от их хобби. И особенно, когда это касается внедорожников. И вот то, что люди, которые занимаются перестройкой своих автомобилей, подготовкой любимых автомобилей под такой вид соревнований, сегодня это большой праздник для них. И, конечно же, популярность этого мероприятия, оно с каждым годом растет, и его можно увидеть по количеству людей, которые приезжают на такое мероприятие из года в год. Выражение «с места в карьер» приобретает новый смысл. Начальная точка после старта – глубокое болото, но вполне проходимое для полноприводных монстров. О том, что грязи не боятся не только танки, но еще и эти смелые водители внедорожников, мы видим буквально наяву. Вот, посмотрите, несколько автомобилей буквально застряли в болоте, но говорят, что ничего страшного, скоро выберутся. Главное для таких соревнований – найти подходящее место. Особенности ландшафта Рязанского края по достоинству оценил известный поэт, а теперь и охотники за бездорожьем. Принимать грязевые ванны считается, что такие процедуры лечебны для настоящего внедорожника. Впрочем, старт удается не всем. Кто-то недооценил болотистую почву под колесами авто и в буквальном смысле встал на уши. Тут поможет только лебедка. Ваня, объясни, в чем кайф погиб? В чем кайф, скажите, пожалуйста. Я вам покажу. Пойдемте, пойдемте. Нет, скажите, в чем кайф. Это грязный чайф. Дай мне зеленый трос. Не говорят. Что же они скажут? Это пробовать надо. Это надо пробовать. Нормальный человек, пока не попробует, это не полезет. Но вы нормальный? Да, зеленый трос. Вы нормальный? Что, похожий? Вы спортсмен? Я не знаю. В чем спорт? Нету спорта. Нету спорта? Это мышцвиньи. Прелести тросового механизма оценили все участники трофи-рейда. Неизменным остался отточенный до совершенства формат. Кольцевая гонка протяженностью около двух километров. Побеждает тот, кто завершит наибольшее количество полных кругов за отведенное время. Есть, например, какое-то болото, и это болото можно объехать справа или слева. Организаторы задумали, что машина должна пройти именно по болоту. Поэтому болото будет огорожено слева и справа ленточкой. Будет судья факта, который будет смотреть, что машина проезжает внутри коридора, а не пытаются кого-то обмануть, чтобы вырваться вперед. Романтика победы над собой и трудностями. Через тернии к звездам. А тому, что автомобильный спорт делает исключительно мужское, опровержение находится даже здесь. Проверить себя, укрепить здоровье, дух моральный. Так что здесь. Ну вот ладно, мужики, они в этом болоте роются, а вы как? Сейчас попрет адреналин, и уже будет непонятно, мужики, не мужики. Конечно, чтобы сознательно идти на такие препятствия, нужно обладать определенными качествами. Задор такой молодецкий. Но если не приложить к этому задору мозги, то можно остаться там до вечера и уже попросить эвакуацию. А суровая правда такова, что проезжают даже один круг далеко не все. Без поломок такие заезды не обходятся. Убираем воды, чтобы не кипела машина наша. Садиаторы забились. Вот приходится. Выдумывать. Нет, что-нибудь. Правда тут воды где-то так нагрязь. Несколько внедорожников вытащит теперь только эвакуатор. Кто-то выбирается к берегу, жертвуя сожженным сцеплением, кто-то и вовсе без колес. Но больше всех достается, конечно же, победителям. Вот смотрю на вас, вы такой грязный. Вот в чем кайф таких соревнований? Адреналин. Наверное, ну я не знаю как у всех, у меня это именно жажда победы. И вот у меня нос разбит, я уже сейчас совсем ничего не чувствую. Но сейчас будет все отходить, поэтому будет чувствительно. А на трассе это вообще ничего не чувствовалось. На этот раз, помимо автомобильного класса ТР1, ТР2 и Абсолют, в борьбу вступили квадроциклы и грузовики. Мы попробовали УАЗики, я езжу еще на квадроцикле в чемпионате России. А грузовики, это как неотъемлемая часть нашего внедорожных развлечений. Редкий автомобиль добирается до финиша без поломок. После каждых подобных соревнований обязательно ремонт и восстановление. Но в подобных состязаниях участники получают удовольствие не столько от победы, сколько от самого процесса преодоления препятствий.